Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщи Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Это видео будет о трех крутых событиях, которые сегодня происходят в криптовалюте. Они связаны с Эфириумом, Коинбейсом и Тезером. Коинбейс и Тезер потенциально могут сильно влиять на движение крипторынка, поэтому, я думаю, связанные с ними события очень важны для нашего внимания. Начнем с Эфириума. Несмотря на то, что сейчас крипторынок снова в красной зоне, Эфир умудрился оказаться одними из самых прибыльных криптоактивов за 7 дней, прибавив к своей стоимости более 13% за 7 дней. И тому причиной оказалось сильное давление больших игроков, которые его покупают. Только за последние 6 дней крупнейшие Эфириум-адреса добавили почти 1,7 миллиона монет Эфиров в свои накопления. Под крупными игроками я имею в виду адреса Эфиров с балансом от 10 тысяч до миллиона монет. Суммарно эти адреса контролируют 60,5 миллионов монет Эфира, из которых почти 2 миллиона было куплено за последние 6 дней. Следовать за крупными адресами не всегда отличная идея, однако мы много раз видели, что такие большие игроки очень часто угадывают с точками входа и выхода. Как, например, в недавнем видео, где мы проанализировали один биткоин-кошелек. Если ты не смотрел это видео, обязательно его посмотри. Он идеально манипулировал ценой биткоина. Возможно, такая активность крупных игроков связана со скорым обновлением Лондон, грядущим в главной сети Эфира. Его обещают уже 4 августа. Либо же они купили, потому что уже знают, что мы в начале нового растущего рынка. Каковыми бы ни были причины, будущее Эфира выглядит для меня очень хорошим. Бывший исполнительный директор Goldman Sachs два дня назад написал целую статью. Он говорит, что если вы собираетесь покупать криптовалюту, это должен быть Эфир. Речь, конечно же, о Рауле Пале. По его словам, Эфириум – это самая четкая и надежная ставка в индустрии криптовалют. В интервью у него спросили, если бы вы имели возможность владеть только одним из криптоактивов в следующие 12 месяцев, какой бы вы выбрали? Он ответил, это был бы Эфириум. Аргументируя свою позицию, Рауль Паль добавил, что предстоящие обновления Эфира сократят его предложения и значительно увеличат спрос на использование его сети. Таким образом, Эфир станет не только дефляционным, но и более востребованным. Кроме этого, Паль считает, что предстоящий переход на Proof of Stake сделает Эфир более экологически чистым, чем биткоин. Рауль Паль перевел 55% в портфеле в Эфир и 25% в биткоин. Вот это уже, кстати, аргумент, потому что Рауль был заядлым биткоин-беком в прошлом и давал прогнозы до миллиона долларов за монету биткоина. Теперь он говорит, что у Эфириума намного больше потенциала. А закончил он словами о том, что криптовалюта – это инвестиции будущего, и в ближайшие 10 лет этот сектор взорвется. Далее, крупнейшая в Соединенных Штатах криптобиржа в опасности. Coinbase получил коллективный иск в суд из-за листинга на NASDAQ. Это, кстати говоря, не первый их судебный иск за последний месяц. Совсем недавно на Coinbase подали в суд также из-за рекламной кампании DoggyCoin. Прямо черная полоса пошла в кампании. Согласно второму иску, биржа предоставляла инвесторам недостоверную информацию о своем финансовом положении, а система торговой платформы была неустойчивой. Кроме этого, у Coinbase очень большие технические сбои в обслуживании, связанные с растущей пользовательской базой, указано в коллективном иске. Похоже, Coinbase не совсем прозрачно даже со своими акционерами, и я не уверен, что они сумеют выиграть этот судебный иск. Как мы можем понять, именно эта ситуация не должна сильно повлиять на крипторынок, но сам Coinbase вполне. Если с ним будут проблемы, это может привести к массовым выводам или продажам активов пользователями Coinbase. Я уверен, что уже завтра, когда все проснутся, мы можем увидеть заголовки в новостях на эту тему, которые испуганно будут наводить панику. А теперь к новостям о тезере, который, как мы уже не раз говорили, является потенциальной угрозой рынка. Как мы помним, американские регуляторы планируют плотно взяться за рынок хриптостейблкоинов, среди которых только USDC от Секол частично проводил официальный аудит. Тезер делает новый шаг на пути к тому, чтобы от компании отстали с обвинениями и подозрениями в том, что их токены USDC не обеспечены настоящими долларами. Они добровольно хотят провести официальный аудит на протяжении следующих нескольких месяцев. Об этом рассказал генеральный юрисконсульт Тезера. Он сказал, что Тезер стремится стать полностью прозрачной компанией. В интервью CNBC руководители Тезера указали на свое стремление стать первым стейблкоином, официально регулируемым в США. Для этого они идут на такие шаги, как добровольный официальный аудит. Я считаю, что это очень позитивные новости для крипторынка, ведь если Тезер станет официально регулируемым стейблкоином и полностью прозрачным, то мы уже не будем чувствовать угрозы от него исходящей. Следующая новость тоже очень хорошая. Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором они сообщают о росте спроса на криптовалюту со стороны их клиентов. Так, почти половина семейных офисов в Соединенных Штатах из разных штатов хотят инвестировать в криптовалюты. В Азии, кстати говоря, эта цифра составляет 68%, а в Европе на Ближнем Востоке и Африке около 35%. Но самое главное, что с прошлого года эти цифры растут. В исследовании говорится, что опасения по поводу инфляции, низких процентных ставок и увеличения денежной массы являются основными факторами, которые стимулируют интерес к инвестициям в криптовалюту со стороны семейных офисов. Проще говоря, количество семей, которые рассматривают криптовалюты, как способ избежать инфляции и обесценивания денег, растет. Что очень-очень хорошо для нас, как для криптохолдеров и инвесторов в криптовалюту. Но кроме семей, также это происходит и на более глобальном уровне. Так, в прошедшем квартале пенсионный фонд Нью-Джерси инвестировал 7 миллионов долларов в биткоин майнинг. Они инвестировали в компании Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings. Если что, пенсионный фонд Нью-Джерси владеет активами на сумму в 30 миллиардов долларов. Очевидно, инвестиции в биткоин со стороны пенсионных фондов – это тоже тренд, особенно в условиях инфляции и обесценивания денег. И этот тренд, скорее всего, будет продолжаться и впредь. Поэтому, возможно, мы увидим таких событий еще больше в будущем. Я считаю, это тоже очень позитивные новости для криптовалюты, их глобального принятия и, главное, легального признания. Как мы видим, происходит множество позитивных событий, кроме негативных, для криптоиндустрии. И даже тезер двигается к чему-то лучшему, чем атмосфере подозрений вокруг своей персоны. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если тебе нравится подобного плана позитивные видео, не забудь поставить лайк под этим роликом. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok